а поднимите руку кто живет в городе вот отлично а поднимите руку тоже это в деревне отлично а теперь из тех кто живет в городе поднимите руку кто хочет приехать в деревню почти большинство не спрашиваешь кто землю города понятно что ни одной реки на него я думаю что это сейчас происходит других лекториях там все нормально значит немножечко себе значит приемный родитель 9 детей приемных трое своих 17 лет мы в проекте я в проекте деревня орион моя жена от мари она самого начала 20 лет в этом году ориону и с 2008 года орион это деревня на картах российской федерации мысли вбить навигатор м появится деревне мы наверное первые мы не наверное совершенно точно первая деревня в калужской области появившиеся на картах с 91 года после нас уже были но до нас еще точно не было и проект начинался как поселок приемных семей но в процессе он очень сильно трансформировался вот сейчас бы мы себя назвали заповедником детства и более того прям развиваем эту историю а почему я попросил поднимать руки вот если внутри себя представить что вот я из комфортной московской квартиры переезжаю в деревню видится такой рубленый дом русская печка не знаю 20 30 40 гектаров этих гектаров соток земли картошка и так далее а если в этой деревне есть школа детский сад общественное пространство где приезжают интересные люди если вы вдруг из вашей деревне связывайтесь мкс на ваш флаг летает на мкс если к вам приезжают оперные певцы просто потому что интересно да то это уже не совсем деревня то это что-то новое какой-то новый формат вот название этому формату мы пока не придумали звучит как-то по-дурацки социополис но он такой заезженный он старенький и такое ощущение что прямо сейчас рождается какой-то новый феномен в россии по факту да когда в эти так немножко исторически до 20 лет назад люди выезжали из деревни в город потому что было некомфортно потому что блага на улице работы практически нет денег нет и в городе за тебя очень много чего решается за эти 30 лет технологии очень сильно поменялись да то есть условно говоря за стоимость 30 квадратной студии за мкада можно построить 200 квадратный дом со всеми удобствами на 15 сотках это с отоплением водой и канализации транспортная доступность теперь меряется не километрами а часами то есть два часа от мкада это вполне себе приемлемо а это уже другая область ребята из смоленской области знаю есть подтвердят то есть два часа и вы другой области я из ярославской тоже подтверждаю и окажется что ну чего там два часа это же почти москва нет там вот можно осваивать деревнях двух часах от мкада спокойно там особо нету огромного количества желающих это все делать не говоря уже там о пяти десяти часах от мкада можно следующий слайдик вот так сейчас ну не хватает еще немножечко уголка достаточно старая фотография так сейчас выглядит орион с высоты птичьего полета в центре кругленькая это наша школа и за ним такое здание это старший часть школы младшая часть школы детский сад ну и школа соответственно является таким культурным центром где все собираются на праздники мероприятия и прочее основной школа является естественно основным работодателем в нашей деревне я буду еще раз просто хотел подчеркнуть да что это как раз вот в чистом поле возникла ничего не было было просто группа энтузиастовыми с антоном которые хотели построить свою жизнь иначе и вокруг образования собственных и приемных детей до 22 года назад на этом поле сидела свекла мы согнали свеклу и заехали так мы возвращаемся к консты к этому конструктиву да а вот про практиков теоретиков очень сложно когда ты на месте что-то физически делаешь очень сложно это укладывать по полочкам и выдавать методичку но когда появляется много времени много опыта какие-то вещи случаются эмпирически да и мы за эти 20 лет вы вели три основных прям показателя зачем и что дает выезд первое это добрососедство то есть если ты выехал но обычно обычный путь человека я выехал в деревню купил дом и через там два-три года оказалось что из 50 дворов 40 это дачники из остальных десяти там семь как-то люди с низкой социальной ответственности только двое скоп которым можно поговорить да сам выезд не дает преференции соответственно если выезжать то в добрососедство второе это экологичность это не не экологичность аля грета тумберг а настоящая экологичность когда ты сортируешь мусор не потому что так надо так но правильнее выгоднее проще когда вывоз мусора тебе стоит денег ты начинаешь компост собирать отдельно картон собирать отдельно пластиковые емкости используются повторно если что утилизируется потому что так правильнее и третье потом кур кур на кур меньше денег надо на корм корм экологично не доели дети куром можно долю ну да но да а соседство третье забыл ну видимо что-то было неважно я думаю что следующие спикеры можно дальше до следа да да можно потихонечку их менять раз в две минутки даже меньше следующий слайд а благодарю на самом деле это вот так сейчас эти вот так вот вышел из дома и у тебя такая красота то есть наверное третье было эта архитектура потому что просто выехать и в квадратные домики из одних квадратных домиков выходе другие квадратные домики бессмысленно вот за экономик за экологичность идет экономичность мы как привыкли если деревня то это или сруб не знаю пеноблок какой-нибудь камень но это все очень долго дорого и очень сложно топить и вот прямо сейчас я уехал и мы сейчас ведем переговоры с одной архитектурной компании которая хочет сделать пакетной пакетное предложение сельским школам я понял а почему не сделать прям пакетное предложение села то есть есть технологии которые позволяют сейчас спокойно и быстро переехать то есть у нас 16 февраля на мой день рождения заехала бригада 26 выехала и к мая месяца у меня будет новый дом теплый с электричеством канализации водой над секретом как делается ну могу можно приехать в гости я покажу проведу экскурсию и сдам все явки пароля просто не сейчас а да мы буквально вчера нашим головой сидели и у него проблемы от краснийской ответственности людей на месте то есть вот приехал человек купил дом и все обслуживаете меня чистите мне зимой дорогу дайте моему ребенку школу проведите мне электричество и желательно 15 киловатт а если газ так вообще замечательно мы как раз про высокую социальную ответственность то есть если мы делаем школу то мы делаем ее сами для себя если мы строим то мы делаем так чтобы но это было ну с минимум как-то ущерба для природы и максимум пользы для людей то есть нет у нас есть дома по 250 квадратов на ты или школа или собственно то есть некая разумность в отношении между собой отношения с природой ну и да почему собственно школа и садик мы сейчас я вступление маленькая общего люблю много хорошо разговаривать потому что мы долго какой-то момент мы сидели и думали окей а если не дети но животные у нас корова значит годовалая телочка и вот буквально позавчера родилась совсем молодая телочка куры но это для выживания до для интереса не очень хорошо кирпичный завод непонятно зачем-то ну словно да в кавычках кирпичного вот зачем тогда выезжать им природа и мы пришли к выводу что дети самые интересные они меняются они постоянно присутствуют нашей жизни и ну так это для государства побочно если бы я был на месте государства я бы оставил льготную ипотеку только в деревне потому что в деревне детей детей становится больше всегда вот в квартире ну сложно в деревне прямо это само собой разумеющееся и интересно что мы не одни такие то есть я себя в голове кручу я точно знаю и знаком лично с четырьмя такими же поселениями одно калужской владимирской и в тульской области которые приехав на землю отстроившись пришли к пониманию что нужно делать школу и общественный центр потому что без какой-то культуры на селе ну все теряется ты превращаешься просто в дачный поселок и в лучшем случае или ну такую классическую русскую старую деревню образца там 30 лет недавности до простить но на самом деле из наших плюсов в плане практики у нас никогда не было генерального спонсора никогда не было инвестора и мы вот эти 20 лет строились как говорится снизу все что мы заработали мы вложили заработали вложили зарабатываем мы летними программами и школы пансиона семейный ну и сейчас это все наверное повеселее по повыше побольше побольше домиков повышенные деревья вот и мой любимый лозунг я вот генсина мерч обязательно сделаю в жизни нет черновика с чем мы столкнулись что очень многие кто хотят боятся и говорят а давайте мы сейчас вот здесь в квартире посидим поживем а уж следующую жизнь там точно сделаем то что нам очень хочется и вот вы будете смеяться на 80 процентов людей которые приезжали к нам говорили примерно так у вас здесь очень здорово но мы пожалуй поедем город москва потому что здесь легче проще не знаю понять не так ну так люди просто вообще привыкли действовать стереотипически это понятно вот чем больше будешь выступать тем больше да я понял что изменит свое мнение на этот счет где надо жить я даже нашел следующий форум если спасибо